Ваш прогноз по Киеву также, потому что в Генштабе также появляются прогнозы, аналитика о том, что Россия все же планирует захватить Киев, создать новое государственное образование, включив его в свой состав. Как вы думаете, насколько вероятен такой вариант развития событий и такие планы Российской Федерации? Ну, захват Киева я бы сегодня, наверное, приравнял бы практически к нулю. Для того, чтобы говорить о захвате Киева, надо, чтобы Россия собрала хотя бы 200-300 тысяч группировку войск на одном направлении. И то на сегодняшний день это было бы уже, наверное, с тем вооружением, которое осталось в Российской Федерации, это сегодня уже, наверное, было бы невозможно. Поэтому о Киеве вероятность нельзя отбрасывать, но это практически нулевая вероятность. И напоследок, к сожалению, не так много у нас времени, но все же не можем у вас не спросить об еще одной теме. Мы знаем, что Путин отстранил от руководства войной некого господина Герасимова. Что это означает и чего ждать от нового руководителя? Некий господин Герасимов, начальник генштаба. Генерального штаба, да, вооруженных сил России. Не буду же говорить господина Герасимова, не уважаю я этого человека, поэтому некий Герасимов. Да, чтобы называть его генералом, хорошо, согласимся с вами. Так вот, скажу так, это очень хороший для нас признак. Почему? Потому что Путин, несмотря на то, что многие должностные лица, там, допустим, глава Центробанка, министр финансов, министр сельского хозяйства, подавали рапорты об отставке, и Путин никому не подписал. Он сказал, что все оргвыводы он будет делать после войны. Раз терпение Путина лопнуло, значит, генеральный штаб, ну, извините за слово, накосячил настолько в этой военной операции, что Путин готов принимать кадровые решения уже прямо сейчас. Это очень сильно деморализует и разбалансирует работу генерального штаба вооруженных сил России. Что нам на руку? И несмотря, кто бы ни пришел там, Дворников по кличке Мясник, пока он наладит работу штаба, пока он расставит своих людей, мы войну можем закончить. Кстати, про Дворникова я с удивлением узнал, это версия Христа Грозева, известного журналиста-расследователя из Беллингкет, что Дворников у нас, оказывается, тяжело пьющий человек, запойный алкоголик. Интересная информация. Не слышали ничего про это? Нет, я слышал, что Герасимов тоже, но у них, видно, у них либо ментальность такая в России, либо традиция. Чем выше должность, тем больше пьют. Вспомните Дмитрия Медведева, который вообще, по-моему, не выходит из этого состояния легкого алкогольного опьянения, что позволяет ему спать на всех совещаниях. На годиннику третя. Тривая прямая эфир загально-национального марафона «Єдині новини». Украина 24 взяла слово. На годинниках шоста ранку. Дев'ято ранку. И артилерия, и мини щойно чули. З Дніпра. Рівно 15. Цей российский танк украинские военные взяли как трофей. 18 в Украине. Зі Львова Александр Стасишин. Новини сьогодні. Украина 24. Зі звільнених сіл Чернігівщини. Олексій Продайвода, Олександр Давиденко та Роман Ведмеденко. Про все важливе дивіться зараз. З Одесси Діана Федотова. Украина 24. Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Ось тут ви бачите, наскільки низько лягали осколки. Разом до перемоги. «Єдині новини» Субтитрувальниця Оля Шор Продолжение следует...